Добрый вечер! В эфире информационный выпуск Амшекшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Ситуация на дорогах республики стала темой обсуждения расширенного заседания парламентского комитета с участием руководства МВД. Семь семейных пар из Абхазии награждены медалями за любовь и верность. Продолжаются работы по благоустройству города Герой Откварчал. Заседание комитета по обороне и национальной безопасности с участием руководства МВД прошло в парламенте. Главной темой заседания стала ситуация на дорогах республики. Только за прошедшую неделю в республике в ДТП погибли пять человек. Так сообщил депутатом министр внутренних дел Роберт Киут. Главная причина это вождение в нетрезвом состоянии. По мнению министра, существующие сегодня меры недостаточны. Он предложил парламентариям ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде и начать предавать публичности водителей, которые были задержаны за подобные нарушения. А у граждан, которые нарушают регулярно, изымать автомобили. Замглавы МВД Бесланч Кадуа сообщил, что в этом году на республиканской трассе планируют установить 50 камер. Они будут фиксировать не только превышение скорости, но и пересечение сплошной выезд на встречную полосу водителей с телефонами в руках. По итогам заседания при парламенте Абхазии решено создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами обеспечения безопасности на дорогах, в частности, координировать взаимодействие народного собрания и органов внутренних дел. Мы сегодня приняли заявление соответствующее, также приняли документы о создании комиссии при Народном собрании парламента Республики Абхазия по координации деятельности Народного собрания парламента Республики Абхазия с органами внутренних дел Республики Абхазии, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения. Вы знаете, в прошлом году мы принимали нормы, связанные с ужесточением норм за езду в нетрезвом состоянии и так далее. Но эффект был определен, но, к сожалению, избежать того, что происходит на дорогах Абхазии, особенно в летний период, нам на сегодняшний день не удается. Это общая проблема, и мы должны с ней вместе бороться. Мы хотим выработать совместно с вами общий план действий, если потребуется с нашей стороны ужесточение норм, значит, допустим, изменение бюджета с учетом дополнительного финансирования на установку камер по трассе, преимущественно, скажем так, от ПСО у границы до города Сухум, где большее количество аварий. Я думаю, что мы ко всему этому инструментарию должны прибегнуть. Многие участники являются водителями в нетрезвом состоянии. Счетом чего, хотелось бы, в принципе, обратиться к депутатам. Мы этот вопрос сегодня проводили в совещании в ГАИ, и, в принципе, вы видели, периодически мы этот процесс проводим. Но те меры, которые сегодня существуют, да, конечно, они достаточно жесткие, но мы видим, они оказались недостаточными. Недостаточные, потому что люди все-таки позволяют себе выезжать на автомобилях в нетрезвом состоянии. У нас есть ряд предложений, которые мы, наверное, будем реализовывать. Конечно же, вот если остановиться на одном из них, наверное, скорее всего, нам необходимо придавать публичности всех тех, кто сегодня является нарушителями именно в этом направлении. Потому что мы их не показываем. Да, понятно, есть немалое количество выявленных лиц, но эти лица остаются безизвестными. Поэтому сегодня, знаете, как это, хотим учесть и национальный менталитет, хотим учесть многие факторы, которые могли бы повлиять на сознание тех людей, которые совершают такое количество преступлений, такое, скажем так, злостное преступление. Помимо этого, за последнее время участились случаи ДТП с участниками водителей маршрутных такси, различных такси, которые в погоне за прибылью сегодня фактически сутками не спят. Вот люди, возможно, принимают какие-то препараты, из-за которых они не спят сутками. В конце концов, наверное, организм просто отрубается. Мы слышали случай, когда погибла девочка и водитель в Гаграх. Это был случай, когда просто понять, что произошло, никому неизвестно, невозможно, так как ни водителя, ни пассажиров в живых не осталось. Просто человек ехал и выехал на противоположную сторону. По оперативным данным, да, вот, который человек, насколько нам известно, несколько суток вообще не спал. Все время в работе, возможно, принимал какие-то препараты. Это беда большая. Вот проводим рядовым мероприятием с участием лаборантов из наркодиспансера. Но немногие, так скажем, препараты, которые они принимают, можно выявить в теме системы, которые у нас сегодня есть. Нам необходимо, я думаю, еще ужесточить, ужесточить меры по повторному, так скажем, употреблению. И вообще, как говорится, предлагаем хотя бы на какой-то период изымать автомобили даже в том числе, потому что исключить возможность того, что ты сегодня взял у него права и завтра он не сел за руль, это фактически очень сложно. Фактически во всех горах и органах, за исключением специальной роты, везде фактически кадровый дефицит по линии ГАИ, потому что условия работы, конечно, сложные. Нами были предприняты меры по повышению заработной платы, для того, чтобы как-то повысить престиж этой работы, но, к сожалению, это не оказалось достаточно, так как минимальная заработная плата 30 тысяч рублей никого не привлекает. Фактически, скажем так, что сегодня с 13 камерами мы имеем дело, мы в основной поток все равно осваивать не можем. Когда будет 50, это в разы увеличится количество нарушений. Ну и, соответственно, обратно, с учетом у нас отсутствия кадрового состава, будет тяжело сегодня работать все равно с этими людьми. Почему-то мы думаем, что мы в Абхазии особенные, и у Абхазии нельзя забрать автомобиль. Кто об этом сказал? У нас там технический вопрос связан, только со стоянкой, да, будет основной. В общем-то, если эта мера будет работать, и к ней нужно прибегать. Но других способов и альтернатив я не вижу. Я с вами совершенно согласен, Роберт Витальевич, у нас работает телефонное право, да, звонят за одного, за второго, за третьего. Мы все должны понять, что мы должны принципиально подойти к этому вопросу. Мы знаем, что большинство, значит, аварий, там, по статистике, тоже совершают водители автомобилей с правым рулем. Тоже об этом будем говорить, и будем думать о том, чтобы пошлину на эти автомобили, да, взимаемые платежи повысить, чтобы уравнять их с, значит, левосторонними машинами. Мы понимаем, что право с правым рулем легче приобрести автомобиль, он дешевле, качественнее бывает. Мы видим, и мы получаем ужасную ситуацию на дороге. Пора предпринимать соответствующие меры. Просто так это поговорить, разойтись, ну, у нас, к сожалению, наверное, не получится. И вам придется кадровые решения принимать, и нам придется что-то ужесточать. То есть давайте всем миром на эту проблему навалимся. Говорить о том, что только ужесточение, да, наверное, не совсем будет правильно, потому что если не будет самосознания граждан, если не будет понимания того, чего нельзя им самим делать, и в каком состоянии садиться за руль, сколько бы мы не ужесточали, сколько бы мы не это все, как говорится, санкции не принимали, я думаю, что результата сильного не будет. Конечно, должна быть неотвратимость наказания. Это наша работа, это наша задача, самое главное. Тот штраф, который есть, наверное, он тоже немаленький, да, 30 тысяч рублей сегодня, это не каждый может себе позволить заплатить, и еще полгода лишения. В последнее время с введением фото-видео фиксации большой акцент был сделан на камеры по выявлению скоростного режима. Сейчас, вот как говорил Роберт Витальевич, те камеры новые, которые будут устанавливаться, они будут видеть и как раз пересечения сплошной линии разметки, выезд на встречную полосу, они будут видеть и выявлять людей, даже не пристегнутых ремнем, то есть это... Даже с телефоном. Да, и с телефоном. То есть это позволит нам более тщательно подходить к этому вопросу и выявлять такие виды нарушений. Сегодня эти виды нарушений приходится выявлять в ручном режиме. У нас только за два месяца количество врученных постановлений за нарушение только правил скоростного режима составляет 13, почти 14 тысяч врученных постановлений, что на 11 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть эта мера дает результат, она дает эффект. Это всего лишь сегодня функционирует 12-13 камер, но какие-то выходят из строя и так далее. В среднем это 9-10 камер. Значенные результаты в данном случае, мне кажется, это очень важно. И я бы на вот эту сторону хотел бы обратить внимание. Неприкасаемых быть не должно. Как это сделать, чтобы разделить это? Чтобы мы знали, сколько человек в наркотическом состоянии за рулем у нас ездит, нам интересно, и сколько человек в пьяном ездит. Это надо разделить, это все. У нас оно идет, в общее идет у нас, и мы не понимаем. Если взять, разделить категорию людей, которые в алкогольном опьянении находятся, или в наркотическом, наверное, в этом есть большая разница. С моей точки зрения, если я взять, сказать, что алкоголик, ну, как человек, который под алкогольным опьянением, это может быть любой гражданин, который по ряду обстоятельств попал в какую-то ситуацию, где-то, да, мы, собственно, по-своему отца слышали, взрывают. Разовые. Разовые. Это человек, который, может, даже в год раз выпил, по каким-то просто обстоятельствам, да, вот тем, которые законом не запрещены у нас. Но наркоман, выявленный за рулем, это считает, что ежедневно он будет находиться под этим воздействием, потому что это человек, который уже болеет этой страшной болезнью. И я считаю, что если на самом деле взять и разграничивать, то там уже понятно, что его вплоть до и пожизненное, в общем, наверное, решение можно даже делать, так как он все равно неизлечим. Когда бы он не получил права, это будут завтра, через год, через три года, он все равно будет находиться в этом состоянии. При рассмотрении бюджета Министерства внутренних дел на очередной финансовый год, эту сумму штрафов мы можем включить в фонд заработной платы Министерства внутренних дел, для того, чтобы министр внутренних дел имел право поощрять сотрудников, которые работают на местах лучше. Вот при третьей, четвертой части, при рассмотрении уголовных дел по ДТП со смертельным исходом, где двое и более людей, надо предусматривать, в том числе и конфискацию имущества, потому что люди, которые погибают, ни в чем не повинны люди, остаются там дети, кормильцы в семье, эти люди должны знать, что если совершают, особенно при отягчающих обстоятельствах, выпившие в наркотическом или в алкогольном опьянении, они должны нести всю свою жизнь материальную ответственность. Ужесточать однозначно нужно. Это наша просьба большая, если будет соответствующее понимание, и как оно есть, и поддержка, соответственно, мы какие-то вопросы, наверное, решим. Депутаты Народного собрания Абхазии на внеочередном заседании сессии приняли заявление в связи с увеличением дорожно-транспортных происшествий. Народные избранники призывают к усилению контроля за автотранспортным движением и неотвратимости применения наказанников-то владельцам за нарушение правил дорожного движения, а также разработке и внедрению новых технологий, необходимых для стабилизации и улучшения обстановки на автомобильных дорогах, в частности, с применением камер видеофиксации по всей территории Республики Абхазия. А также обращаются к старшему поколению с просьбой проявить большую озабоченность в вопросах проведения разъяснительных бесед внутри своих семей. Было принято постановление о создании Комиссии Народного собрания по координации работы с органами внутренних дел Абхазии, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения. Следственным подразделением ОВД Сухумского района возбуждено уголовное дело в отношении Гулия Давида Алхасовича, 1998 года рождения. К гражданину Гулия вменяется нарушение правил дорожного движения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Гулия, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение со встречно-идущим транспортом. В результате погибли трое граждан. Один гражданин помещен в медучреждение. Все сотрудники госавтоинспекции с 1 мая находятся на усиленном режиме несения службы. Однако ситуация с ДТП по-прежнему остается сложной. Почему количество дорожно-транспортных происшествий летом увеличивается и как решить вопрос безопасности республиканских дорог? За комментарием мы обратились к начальнику управления ГАИ МВД Валентину Трапш. Ситуация на дорогах в летний период усложняется по многим причинам. И из-за возрастающей плотности дорожного движения, и по причине возникающих пробок. Но самой важной причиной остается культура вождения в республике. На дорогах у нас дела всегда обстоят тяжело, особенно в разгар курортного сезона. Чтобы мы понимали с вами, наши дороги не предназначены для того количества транспорта, которое сейчас они пропускают сквозь себя. Каждое лето, когда у нас транспорт кратно растет, на дорогах становится много транспорта, много водителей, которые приезжают на отдых. К сожалению, и граждане России не всегда соблюдают правила дорожного движения, управляют транспортными средствами и в нетрезвом состоянии, и пренебрегают знаками дорожной разметки. КПП «Веселое», если взять нашу границу с Российской Федерацией, КПП «Веселое» рассчитан пропускной пункт на полторы тысячи машин в сутки. Сейчас пересекает границу, это официальная цифра, 7-8 тысяч транспорта. Мы можем представить, сколько людей заезжает, выезжает. Начальник управления ГАИ Абхазии Валентин Трапш подчеркивает, что водители часто нарушают правила безопасного вождения, садятся за руль в нетрезвом состоянии. Культура вождения у наших соотечественников с вами остается желать лучшего, совершенно остается желать лучшего. Мы почему-то пренебрегаем многими знаками, разметкой, правилами, скоростном режимом и не всегда садимся за руль в трезвом состоянии, к сожалению. Основной причиной дорожно-транспортных происшествий является превышение скоростного режима на участках, пересечение сплошной линии разметки и управление транспортным средством в каком-либо состоянии опьянения. Летом ситуация ухудшается у нас кратно, потому что у нас насыщается первый регион, это Гагринский. У нас со всей республики водители пытаются заработать денежку, накормить семью, как-то поставить детей на ноги. И все, значит, стремятся в сторону границы, где не каждый из них отдыхает как положено, они спят в машинах. Сейчас, в последнее время, вы являетесь свидетелями того, что пошел рост у нас дорожно-транспортных происшествий. На данный момент ГАИ фиксирует рост числа аварийных ситуаций преимущественно в Гагрском районе. В летний сезон сейчас, как показала практика, самая основная проблема – это у нас водители маршрутных такси и просто такси частных, людей, которые занимаются частным извозом. Последние несколько громких таких, будем говорить, дорожно-транспортных происшествий были с участием наших граждан, которые являются таксистами и которые проживают совершенно в других регионах. ДТП произошло в Гагрской зоне, водители были жителями Гальской, Ачимчийской стороны. Мы сейчас в последнее время делаем уклон на маршрутные такси и водители такси, для того, чтобы понять, что у нас происходит, для того, чтобы попытаться снизить у нас дорожно-транспортные происшествия именно в Гагрской зоне. Сейчас рост пошел там. Аварии, согласно статистике, происходят и с участием туристических автомобилей. У нас их сейчас 70 дорожно-транспортных происшествий за полгода, при которых погибло 20 человек и ранено у нас 84 человека. Из этого числа у нас 33 дорожно-транспортных происшествий, при которых погибло 7 человек и пострадали раненые. 41 – это граждане Российской Федерации. Как отметил Валентин Трапш, ГАИ проводит рейды по выявлению нарушителей ПДД на постоянной, едва ли не ежедневной основе. За последние полгода было зафиксировано почти 50 тысяч несоблюдений правил дорожного движения. Наши сотрудники работают на износ 24 часа в сутки. Мы проводим специальные мероприятия, называемые рейдами, при которых мы выявляем большое количество выявлений различного рода. Если взять за эти полгода, у нас выявлено 45 251 выявления. Можете представить, да, какая цифра. Из этих 45 тысяч, 120308 – это управление в каком-либо состоянии опьянения, наркотическое или алкогольное. Как бы мы работаем, но наша работа остается недостаточной. Основная проблема работы ГАИ, как рассказал Валентин Трапш, это недостаток кадров. Работа в Государственной автомобильной инспекции тяжелая и сложная, зачастую и неблагодарная. Сотрудники часто сталкиваются с агрессивной реакцией нарушителей. Первая очередная проблема – это, конечно, кадры. Людей, как правило, у нас на дорогах не хватает. Когда наши сотрудники, извиняюсь за выражение, наказывают кого-то из наших граждан с вами, мы воспринимаем это немножечко в негативном формате. Но когда что-то, не дай бог, случается, то мы ищем сотрудников ГАИ, которых, к сожалению, найти не всегда возможно. Они у нас сейчас на стационарных постах. В управлении ГАИ специализированная рота в количестве 17 человек, которую мы как бы различные бреши на дорогах пытаемся перекрыть. ГАИ, как и все службы Министерства внутренних дел Республики призывают граждан к соблюдению правил дорожного движения и напоминают об ответственности, которую несет каждый водитель. Ну, хотелось бы напомнить об ответственности всех граждан. Транспортное средство – это объект повышенной опасности. В первую очередь, нужно об этом помнить. И средства передвижения тоже. Но у наших граждан транспортное средство стало роскошью, к сожалению. Наверное, пока мы не пересмотрим некоторые моменты, у нас будет проблема. Аварии, происходящие в нашей стране, порой шокируют общество и поднимают извечные вопросы. Кто виноват и что делать? Думается, что безопасность на дороге начинается с каждого отдельно взятого участника дорожного движения, который обязан соблюдать правила и помнить, что в противном случае он подвергает смертельной опасности не только себя. Гражданская ответственность каждого – сделать все от него зависящее, чтобы обезопасить дороги Республики. В первую очередь, не садиться за руль в нетрезвом состоянии, соблюдать ПДД и пристегивать ремень безопасности. Рада Чачава, Нерсун Цулукия, Абхазское телевидение. Обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества предъявлено жителю Ачимчирского района, который на почве ссоры поджог автомобиль. Ножитель Сухума обвиняется в незаконном хранении психотропного вещества. Подробности в оперативной съемке МВД. Обвинение в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, совершенное общеопасным способом путем поджога, предъявлено Хубуде Джину Дауровичу 1987 года рождения жителю села Чулуачимчирского района, временно проживающего в Гагарском районе. Последний на фоне возникшего конфликта с потерпевшей проник ночью на территорию частного домовладения в селе Псахара и, используя один литр горючей смеси, совершил поджог автомобиля Тойота Краун Атлет. При этом огнем был поврежден припаркованный рядом автомобиль марки Хюндай Старкс, принадлежащий к второму потерпевшему, после чего скрылся с места происшествия. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 200 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий гражданин Хубуде был задержан сотрудниками уголовного розыска ОВД по Гагарскому району совместно с оперативным составом Ачимчирского районного отдела внутренних дел. Расследование проводит следственный отдел Гагарского РУВД. Обвиняемый содержится под стражей. Обвинение в незаконном приобретении и хранении психотропного вещества дознавателям УВД по городу Сухум предъявлено Сичина Войнару Тимуровичу. Запрещенное вещество, а именно капсулы препарата «Лирика» житель города Сухум 1996 года рождения незаконно приобрел и хранил при себе с целью последующего личного потребления без цели сбыта до момента обнаружения и изъятия сотрудниками милиции. Оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска 1 отдела милиции столичного УВД. На период проведения следствия гражданин Сичинава ограничен подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Реконструкцию пункта пропуска «Адлер» обсудили глава сочинского филиала «Росгранстроя» Кирилл Баранов и руководитель ФТС России Валерий Пикалев, сообщает «Спутник Абхазия». Сегодня пропускная способность КПП составляет 28 тысяч человек и полторы тысячи машин. При этом границу пересекают более 50 тысяч пешеходов и 9 тысяч транспортных средств в сутки. После реконструкции пропускная способность пункта вырастет до 80 тысяч человек и 14 тысяч единиц транспорта. Работы начнутся после положительного заключения глав экспертизы России. Завершить их планируется к 2026 году. Семь семейных пар из Абхазии награждены медалями за любовь и верность. В день семьи, любви и верности в посольстве России в Абхазии состоялась церемония, где и были вручены медали и грамоты. На торжественной и волнительной церемонии была Алика Трапш. В посольстве России в Абхазии прошло традиционное награждение семей, проживших в любви и верности более 25 лет. Для семейных пар это не просто цифры, но целая история о взаимопонимании, терпении, мудрости и, конечно, продолжении сохранения семейного очага. Они счастливые родители, бабушки и дедушки. В этом году были отмечены семь пар, которые преодолевали все тяготы жизни рука об руку не один десяток лет. Это семьи Вартикяны, Багаевы, Якушкины, Миносяны, Папаскир, Четанава, Смыр. Им были вручены медали за любовь и верность. Это светлый и радостный праздник. Мы рады, что можем разделить его с вами, с теми, кто в любви, в браке, в семейной жизни прожил большое количество лет. Как правило, это 40, 50 и некоторые даже больше. Мы вас поздравляем. 52 года живут вместе супруги Миносяны Хачик и Нвард. Их трудовая биография связана с преподавательской деятельностью. Хачик Миносян 25 лет работал преподавателем физики. За заслуги в области образования удостоен звания заслуженного учителя Абхазии. Был председателем армянской общины Абхазии и Гагарского района. За заслуги перед республикой награжден орденом Ахдзапша второй степени, медалями за поддержание мира в Абхазии, за победу. Нвард Миносян тоже в течение 25 лет работала учителем начальных классов. У супругов трое детей, шестеро внуков и один правнук. Что семья самое главное. Это самая великая ценность в любой стране. Это семья. Если ты любишь родину, надо хорошую, красивую семью воспитывать, хороших детей воспитывать. Вот это самое главное. Вот и мы так живем 52 года. Секрет, наверное, что мы любили друг друга, понимали, ценили. Еще одна семейная пара, преодолевшая семейный полувековой рубеж, супруги Якушкины, Юрии и Зинаида. Они коренные жители Абхазии из Ащемчиры. У супругов трое сыновей и четверо внуков. Семья Якушкиных – пример трудолюбивой, отзывчивой семьи, готовой прийти на помощь ближнему. Они воспитали детей и помогают воспитывать внуков в лучших традициях, свойственных для Абхазии и России. И прежде всего надо доверять, любить и жить мирно. Так что мы живем очень счастливо, все любим друг друга, уважаем друг друга. Взаимное понимание у нас хорошее между внуками и внучками. Так вот живем красиво и хорошо. Чита, Читанава, Анатолий и Алла в браке 51 год. Он директор Гагарской автошколы и заместитель совета старейшин Гагарского района. Она – учитель английского языка в Гагарской школе номер два. У супругов двое детей и четверо внуков. Трудолюбивая, отзывчивая, гостеприимная семья передает свой опыт, знания и любовь молодому поколению. И пусть цветет, и процветает эта прекрасная республика Абхазии, которая стала моей второй родиной. Я приехала сюда не отдыхать. Мы познакомились в институте. Мой супруг был моим студентом. Я у него была в немецкий когда язык, а потом вот сюда у меня перенома. И вот эта семья, большая семья, Абхазская семья, на этой прекрасной земле, она одна. Большая семья. Пусть цветет и процветает. Руководитель представительства Росстатрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов поздравил семейные пары с Днем Семей, Любви и Верности, отметив, что в республике уже 50 семей награждены медалями и грамотами за сохранение семейных традиций, основанных на любви и верности. Уже более 50 пар удостоены награды Дню Семей и Верности. Более 50 пар в республике Абхазия. Хотя мне кажется, что для республики Абхазия как раз таки это тот момент, который нам на самом деле всегда очень сложно выбирать, потому что в семье и верности проживает большая часть жителей Абхазии. Поэтому это для нас очень тяжело, но с другой стороны это очень для нас приятно. Праздник День Семей, Любви и Верности приурочен к Православному Дню памяти святых князя Петра и его супруги Февронии. С праздником семейные пары поздравил глава Абхазской Православной Церкви Ерей Виссарион Аплия. Вот Феврония и Петр показали верность друг другу. Это верность, которая необходима всему роду человеческому. Не только православным, для всего рода человеческого необходима верность. Много отступлений от этой истины, много отступлений от этой верности, но это не означает, что мы должны... Все равно надо потихонечку... Это наши грехи, это наши отступления. Надо их потихонечку начать их исправлять. На вопрос о том, в чем же секрет долгой и счастливой семейной жизни, все пары отвечают как один. Любовь и уважение. И главное, не забывать слушать и слышать друг друга. Алика Трапшираму Камки, Афгазское телевидение. В Тукуарчале продолжаются работы по благоустройству города. В настоящее время идет ремонт проспекта Свободы. Устанавливается новый бордюрный камень. Следующим этапом предусматривается укладка асфальта. Репортаж Шазины Ханагуа. Красивую, эстетичную, комфортную городскую среду. Хочет видеть каждый человек. Благоустройство играет важную роль в развитии района и повышении качества жизни населения. С 1 июня в Тукуарчале ведутся ремонтные работы на проспекте Свободы. Эта дорога проходит через важные объекты города и активно используется жителями. Капитального ремонта здесь не было более 30 лет. На первом этапе реконструкция предусматривает демонтаж старого и установку нового бордюрного камня. По проспекту Свободы идет установка бордюр под асфальт. Подготовительные работы под асфальт. Асфальт идет с верхнего водопада, продолжение. И они будут за нами идти. Вместе мы должны закончить где-то в конце сентября. Наверное, чуть пораньше будет у нас. Где-то, если погодные условия нам позволят. Где-то в конце августа мы планируем закончить и асфальт, и бордюры. Общая протяженность новых бордюров 2350 метров. Ремонтируемый участок имеет длину 1250 метров и ширину 12 метров. На замену бордюрного камня из местного бюджета было выделено 6 миллионов 427 тысяч рублей. Следующим этапом будет укладка асфальта. Очень, да, в плохом состоянии было. И давно ждали, планировали. Каждый год не получалось. Сейчас мы уверенно ждем, что до конца года асфальтчики нам положат эту дорогу. Эта дорога после войны еще не ремонтировалась. Первый раз мы этой дорогой занимаемся по спектру охоты в данное время. От подрядчиков мы ожидаем в течение 2-2,5 месяца получить под асфальт подготовительную работу. Они должны выполнить. Они занимаются сейчас укладкой брусчаток и установкой бордюрами. Они закончат, после этого асфальтчики придут, и это уже другие подрядчики. Они асфальт будут укладывать от Лачкендара до больницы. Хорошие дороги и наличие бордюров. Это не только красота, но и безопасность. В первую очередь для всех участников движения. Жители города положительно оценивают начало ремонтных работ. За моей спиной проспект Свободы. И очень красиво там делаются бордюры, дороги строятся. В общем, город процветает, и мне это очень нравится. И я очень рада. Нельзя не отметить, что с каждым годом Туарчалский район преображается. Руководство страны и местная администрация делает для этого все возможное. И это очень радует жителей и гостей района. Шазина Ханагуа, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. Более 20 проектов, большая часть из которых направлены на работу со школьниками, на данный момент реализуются Всемирным Абхазо-Абазинским конгрессом. ВАГ подвел итоги работы за второй квартал. Подробнее о проектах в материале Эсмы Джекерба. Команда конгресса ведет активную работу в направлении образования, здравоохранения, спорта, молодежи, развития родного языка, абсуара, материального и нематериального культурного наследия нашего народа. За второй квартал было реализовано более 20 проектов в 30 населенных пунктах республики с общим охватом свыше 5000 человек. Например, сейчас у нас идет процесс формирования делегаций из республики Абхазии на ежегодные игры народа Абаза в Карачаево-Черкесской республике, который, как всегда, пройдет 23 июля. Также наш руководитель отдела развития молодежи и физической культуры Валера Берзения сейчас находится в Турции по проекту Айм Цакячера, который мы проводим совместно с Комитетом по репатриации. Кстати, в этом году у нас с Комитетом по репатриации 6 проектов, которые мы завершим до конца этого года. Также у нас один проект с Комитетом по молодежи и спорту, который сейчас находится на паузе в связи с тем, что школы находятся на каникулах и в сентябре обязательно возобновим. В рамках совместного проекта Ирдспемвак с преподавателем кафедры абхазского языка Агу Инной Джугелия провели 6 лекции. Для учащихся сельских школ были организованы встречи с учеными, где они смогли глубже познакомиться с культурой и историей своей страны, что такое социальный проект, как правильно сформулировать его цель и эффективно реализовать. Эти и другие темы обсуждаются на двухдневном тренинге для учеников. Подобные тренинги уже провели в Творчальской, Адзюбшской и Мгудзурховской школах. По итогам обучения школьники презентуют свои мини-гранты. После их защиты комиссия, состоящая из сотрудников ВАГ и Госкомитета по делам молодежи и спорту, а это совместный проект, определяет победителя, который получит финансирование. На сегодня три мини-гранта уже профинансированы по 100 тысяч рублей. За отчетный период ВАГ совместно с Минздравом провел диспансеризацию в нескольких школах республики. Проект возобновит свою работу после начала учебного года. Отдел Конгресса по образованию, социальной активности и здравоохранению совместно с преподавателем Агума и Цебулевской продолжает реализацию проекта по экологическим тренингам, в рамках которого в школах Абхазии с учениками обсуждают возможности решения экологических проблем городской и сельской среды. В мае месяце по инициативе ВАГ была организована встреча с молодежью, которую приурочили к 79-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзенба. Сейчас люди, особенно молодежь, очень сильно тянутся к самой личности Владислава Григорьевича. Среди молодых людей есть большой спрос на информацию о том, как он вел себя в разных ситуациях, когда сталкивался с трудностями, как он проявлял себя в ходе переговорного процесса. В этом деле нас поддержали люди, которые очень близко работали с Владиславом Григорьевичем. Это Вячеслав Чирикба, Руслан Хашик, Сократ Жинджолия и Астамур Тания. Они в формате относительно, разумеется, непринужденной беседы сидели на сцене и вспоминали интересные истории из биографии Владислава Григорьевича. В зале собралось около 80 человек, может быть, даже немного больше. Всю встречу мы записали на видео и чуть позже покажем в эфире телевидения. Международный день защиты детей Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс организовал праздничное представление для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие прошло в Республиканском реабилитационном центре. На представление были приглашены аниматоры в образе любимых героев мультфильмов. Завершая праздник, сотрудники конгресса вручили подарочные наборы всем детишкам. Отдел по работе с местными отделениями реализует проект по начальной военной подготовке. Ученики старших классов Паквачской, Атарской и Центрепшской школ посетили Абхазский стрелковый клуб, где прошли теоретический инструктаж по обращению с оружием. Затем ребятам провели экскурсию, которая завершилась поездкой на настоящем боевом танке. Получил продолжение проекта Аймадара. За отчетный период для учеников Адзюбшской, Ачандарской и Мгудзурхской школ были организованы познавательные экскурсии по историческим местам нашей страны. Отдел по работе с местными отделениями продолжает адресную помощь. К примеру, в селе Хабста по инициативе местных жителей было восстановлено техническое помещение, раздевалки, которая прилегала к футбольному стадиону. ВАК оказал помощь в виде установки окон и дверей самого помещения. И впоследствии подключилась администрация села и помогла уже с кровлей. Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс в рамках соглашения с Государственным комитетом по репатриации реализует ряд проектов. Это абхазская национальная кухня, это видеоуроки по танцам, видеоуроки по танцам, также абхазская песня и также снимаем документальный фильм о традиционном приводе невест. В этом квартале информационный отдел продолжил публиковать материалы на шести разных языках. В основном они были посвящены проектной деятельности конгресса. За этот период отдел выпустил два новых проекта – «Сарай Сыхцуб» и «Живое ремесло». Цикл передач, посвященных абхазским мастерам-ремесленникам и традиционным ремеслам. Уже отсняты два фильма. На стадии завершения третий. Он посвящен традиционному абхазскому ремеслу – пчеловодству. Эсма Джикерба, Лилиан Марщан, Абхазское телевидение. Благотворительный фонд «Ашана» объявляет сбор средств для Артема Миносяна и Никиты Кияна на прохождение рукурса в реабилитации в детском нейрореабилитационном центре «Импульс». В центре уже ждут детей. Необходимо собрать более полумиллиона рублей. При виде таких славных малышей, как Артем и Никита, и не скажешь, что у мальчиков есть проблемы в развитии. Из-за сложности заболевания у детей наблюдаются протесты в поведении, импульсивность, растерянность, трудности в письме и чтении. Решить эти проблемы поможет реабилитация в центре «Импульс», где им проведут качественное лечение. Родители обратились к нам за помощью, потому что сумма за диагностику и курс реабилитации для семьи неподъемная. Более 500 тысяч рублей необходимо на прохождение лечения двум детям. Я уверена, что наши граждане, неравнодушные люди, в очередной раз окажут поддержку подопечным фонда «Ашана». Центр «Импульс», он находится в городе Сочи. Это наши партнеры, с которыми мы работаем более трех лет. Они на практике доказали, что используют новейшие методы диагностики и лечения детей с различными нарушениями центральной нервной системы. Очень много детей уже прошли курс диагностики и реабилитации в этом центре, поэтому мы смело можем отправлять туда детей. Подопечному фонда «Ашана» Артему Миносяну 9 лет. Он очень любит лепить и рисовать, а также учить стихи. Но, к сожалению, органическое поражение головного мозга не дает проживать ребенку ту жизнь, которая есть у всех здоровых детей. Для мамы-ребенка реабилитация в центре «Импульс» – единственная надежда. Как любая мама, мне хочется, чтобы в свои 9 лет он вел себя как 9-летний, не как 4-летний ребенок, не вот с этими игрушечками, чтобы трудно общаться со сверстниками ему. Вот просто даже в автобусе едем, если кто-то что-то скажет, все, это начинается у нас, я не знаю, просто. Вы уже проходили где-то лечение? Да, мы проходили лечение в нашем Сухумском центре. Хочу им передать большое спасибо. Очень они нам помогли. Мы вот ходили тоже курс 20 дней. Очень помогают эти курсы, поэтому очень надеюсь, что мы попадем в адрес сейчас «Центр «Импульс», чтобы чуть-чуть его, как раз перед школой, немножко его скорректировать и поведение. В общем, чтобы легче стало, жалко его просто. Важно отметить, что в центре «Импульс» используются методики, которые доказали свою эффективность в научных исследованиях, а оборудование соответствует последним научным разработкам. В реабилитации также нуждается Никита Киян, мальчик, за всю жизнь испытавший немало трудностей, уже знаком с центром «Импульс». Бывший подопечный фонда Киарас, он не раз проходил курсы лечения с неврологами-психиатрами из разных городов России. Также с Ростова приезжал психиатр из «Центра «Импульс» последствий». Они все подтверждают обсессивно-компульсивное расстройство у него, синдром дефицита внимания, СДВГ, гиперактивность, ЗПР – это задержка психовичевого развития. Очень большие проблемы у ребенка с мелкой моторикой, ему очень трудно писать буквы даже. Сейчас вы где проходите обучение? У меня мы год промучились в обычной школе. Я его перевела сразу с первого класса в подготовительный. Там не справлялся он все равно. И вот год он отучился в нашей вспомогательной школе, в коррекционном классе. Огромное спасибо директору, всем преподавателям. Они очень с теплотой относятся к ребенку. Все, внимание, заботу, насколько возможно, они ему уделяют. Помочь Артему и Никите можно, отправив короткое смс со словом «добро», а также перечислив средства на фонд «Ашана». Я призываю всех неравнодушных граждан нашей страны принять участие в оказании помощи двум прекрасным детям. Чем раньше мы окажем им помощь, тем раньше родители и мы увидим их результаты положительные. Уверена, что в очередной раз не пройдут мимо, окажут необходимую помощь нашим подопечным. Делай добро, и оно к тебе вернется. В наших силах помочь Артему и Никите исполнить их самое заветное желание побороть болезнь. Ульяна Рожкова, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. А сейчас расскажем о погоде. Во вторник, 9 июля, на территории Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 20-25, днем 28-33 градуса тепла. Температура морской воды плюс 26 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова